Всем привет, солдатская братва, с вами мародер Нубасов 120 Гигабайтович. И сейчас я проведу с вами брифинг, как уберечь свое анальное отверстие от чрезмерного нагревания и расширения в игре PlayerUnknown's Battlegrounds. Сразу говорю, если ты жесткий скиловик, аимщик и батька, то в этом видео тебе делать нечего, так как брифинг предназначен для новичков. Но никто не мешает написать парочку своих дельных советов в комментариях, я думаю, благодарность не заставит себя ждать. Новичкам же брифинг может быть полезен, так что погнали. Первая графика. Если у вас мощный компьютер, возможно, вы играете на высоких или даже ультрах. Это, конечно, очень круто, игрушка выглядит тогда намного лучше. Однако эффект постобработки немного размывает отдаленные объекты, поэтому я советую установить постобработку на низкий или даже на очень низкий уровень. Таким способом вы, во-первых, поднимите FPS, что тоже неплохо для такого типа игры, а во-вторых, вы повысите свои шансы заметить врага издалека и попасть по нему. Кроме того, настоятельно рекомендую вам поменять в настройках графики настройки листвы на очень низкое. Таким образом, вы уберете большое количество травы с земли, и вам будет намного проще заметить врага, который залег где-нибудь в поле. А также вы можете поставить тени на очень низкое, и тогда вам будет также проще заметить врага где-нибудь в деревьях. Однако тогда игра будет выглядеть совсем уж и бога, поэтому я предпочитаю оставлять их на среднем. Второе. Ожидание матча. Если вы новичок, то не теряете там времени. Бегите скорее и хватайте оружия, которое лежит вот здесь вот на столах. Таким образом, вы можете изучить пушки, которые еще не видели, узнать, какой тип патронов они используют, прочувствовать оружие и понять, подходит ли оно вам вообще. Действовать нужно быстро. Остальным игрокам не хочется скучать в ожидании матча, поэтому они быстро разбирают оружие. Кроме тех столов вы можете найти оружие вот в этом ангаре, а также в бункере справа от ангара. Не тратьте время зря. Используйте время ожидания с пользой и прокачивайте свой скилл и изучайте оружие. Это лишним точно не будет. Более того, это намного веселее, чем стоять ни хрена не делать и получать хедшоты в тыку от других игроков. Третье. Прицеливание режима огня. В игре есть два вида прицеливания. Для ближнего и для дальнего боя. Чтобы использовать прицеливание для ближнего боя, вам надо зажать правую кнопку мыши. Таким образом, вы получаете лучший обзор, так как оружие не перекрывает вам половину экрана. Именно такой вид прицеливания рекомендуется использовать, если вы где-то резко столкнулись с врагом, и вам надо как можно быстрее раздрядить в него всю обойму, чтобы он наконец отъехал и оставил вас в покое. Прицеливание для дальнего боя включается простым кликом по правой кнопке мыши. Тогда вы сможете раздавать хедшоты врагам на большом расстоянии. Этот режим прицеливания рекомендуется использовать в одиночном режиме огня. Чтобы переключаться между режимами огня, по умолчанию нужно использовать клавишу B. Четвертое. Высадка. Крайне важный стратегический момент. Игра дает нам возможность выбрать место высадки. И если вы новичок, я крайне не рекомендую вам выбирать для высадки большие города или военные базы. Лучше выбрать какие-нибудь маленькие неприметные домики между ними или на окраине карты. Конкуренция там будет намного меньше, а если вы не найдете приличного лута, у вас будет время, чтобы сориентироваться и обыскать окрестности. После того, как вы выпрыгнули из самолета, чтобы долететь до той точки, которую вы отметили на карте, направьте курсор к горизонту. Таким образом, вы сможете сохранить оптимальную скорость падения, которая поможет добраться вам до необходимой точки. Долетев до точки, которую вы отметили на карте, просто направьте курсор вниз. Таким образом, вы ускорите падение и увеличите свои шансы приземлиться раньше остальных. Приземлившись, не теряйте времени, так как не факт, что вы один подумали о том, что в этих домиках есть что-то интересное и никто вам не помешает. Если вы все-таки решили высадиться в большом городе или на военную базу, будьте готовы к огромному количеству народу, которые будут преследовать вас и будут хотеть вас убить. Оценить полные масштабы проблемы вы сможете после того, как у всех автоматически откроются парашюты. В этот момент постарайтесь хотя бы найти место, где не приземляется никто другой. И не теряйте времени. И, конечно же, будьте готовы к тому, что вас разложат сразу, даже если вы хорошо залутаетесь. Пятое. Сбор лута. После того, как вы приземлились, определите свое местоположение, поставьте маркер и начинайте сбор лута. Если у вас уже есть рюкзак, собирайте все, что видите, так как вы никогда не знаете, что найдете в соседней комнате или у убитого врага. Вы никогда не знаете, когда закончатся патроны у вашей любимой пушки и какие прибамбасы вам понадобятся к следующему оружию. Ну и позже, в любом случае, ненужные вещи всегда можно выкинуть. Шестое. Скрытность. Звук в игре очень важная составляющая геймплея, поэтому я настоятельно рекомендую вам играть в хороших наушниках. Если ряда может поджидать опасность, старайтесь не шуметь, передвигаясь в присядку. Вслушивайтесь в тишину. Если вы услышите шаги или враг каким-то другим образом выдаст себя, а вы себя не выдадите, у вас будет преимущество. Седьмое. Закрывайте за собой двери. Таким образом, вы не оставите врагу шанса не выдать себя, если он зайдет к вам в дом. Кроме того, услышав шаги, вы окажетесь в намного более выгодном положении и сможете подкараулить врага за дверью. Девятое. Избегайте мостов. Мост, наверное, самое небезопасное место в игре. Вас видно отлично, вам абсолютно некуда спрятаться. Вы теряете все возможные преимущества и становитесь крайне уязвимы в этот момент. Вместо того, чтобы использовать мост, лучше переплыть реку в плавь. Ваш персонаж имеет огромное количество кислорода и может проплыть под водой достаточно долгое время. В это время вы остаетесь незаметным для окружающих и можете безопасно перебраться на противоположную сторону. Десятое. Контролируйте зону сужения. Если вы оказались на границе или за границей зоны сужения, используйте это в своих целях. Сведите, не бежит ли кто-то к безопасной зоне и подкараульте его прямо на входе. Человек в этот момент крайне беззащитен, так как ему проходит дамаг и ему надо как можно скорее попасть в безопасную зону. Поэтому он не может по вам стрелять. Главное, не окажитесь сами в этой ужасной ситуации. И последнее. Этот совет пригодится тем, кто играет в скваде. Если вы убиваете человека, не умирает сразу, а вот так вот ползает, это означает, что где-то все еще живы его тиммейты. И тут вы вольны поступить двумя способами. Вы можете оставить его живых, чтобы тиммейты пришли ему на помощь. Либо вы можете убить его, потому что он может сдавать ваше положение тиммейтам. Это зависит от того, в насколько выигрышном положении находитесь вы. Если у вас куча патронов, оставляйте его живых. Пусть приходят, и вы их принимаете. Если же нет, тогда просто убейте его и уходите. На этом брифинг окончен. Если вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Спасибо, что смотрели. С вами был мародер Нубасов 120 Гигабайтович. И до встречи в следующих видео.